Искусственный интеллект в последнее время привлекает все больше внимания, и если верить Биллу Гейтсу, из всех современных инноваций именно это имеет наибольший потенциал изменить нашу жизнь, сделать ее более продуктивной, эффективной и вообще легкой. Ученые химического института имени Бутлера ВКФУ создали программу, которая успешно может заменить книгу «Защитная группа в органическом синтезе». И эта книга некая такая квинтэссенция знаний о этой области химии. И мы задались вопросом, насколько данные, написанные в этой книге, соответствуют тому, что от тому обширному экспериментальному материалу, накопленному в химии до настоящего времени. Данные программы имеют уникальную особенность. Она может полностью сама произвести анализ вне зависимости от вмешательства человека, экспертного мнения со стороны, благодаря использованию базы данных реаксис. Это будет гораздо удобнее, чем книга, по той причине, что не только будет сообщено, что, например, эта группа снимается в этих условиях, эта группа не снимается в этих условиях, но также в ней человек может получить доступ ко всем исходным реакциям. То есть увидеть, на основании каких реакций и каких публикаций мы сделали такое заключение. Стоит отметить, что научно-исследовательская лаборатория хемоинформатика и молекулярное моделирование химического института имени Бутлерово-Казанского университета является единственной лабораторией в России, у которой есть доступ к базе данных реаксис. Содержание реаксис представляет собой всесторонний обзор достоверной авторитетной информации по органической, неорганической и органометаллической химии, отобранной экспертами-химиками и журнальных и патентных источников. Мы докладывали на одной из конференций, и это, собственно, заинтересовало эту саму базу данных реаксис. В этом плане являемся единственной лабораторией в России, которая имеет такой особый доступ к этой базе. И наш Казанский университет единственный университет России, который входит в эту так называемую реаксис R&D коллаборейшн. Самое удивительное то, что по итогам сравнения программы, написанной учеными Казанского университета и книги защитной группы в органическом синтезе, процент совпадения составил всего лишь 12%. И в 3% случаев программа дала другой вариант ответа. Оставшиеся там 80 примерно процентов случаев, 85% случаев, это были случаи, в которых выводы из книги недостаточно подтверждены тем, что есть в базах данных. То есть, либо данных очень мало, либо данных, на основе которых могло быть принято такое решение, вообще нет. Более чем 80% заключений, которые были сделаны в этой книге, которые используются химиками, не подтверждаются экспериментальным материалом, существующим до настоящего времени. Искусственный интеллект сейчас — это возможность компьютерных программ и систем самостоятельно находить способы решения задач, уметь делать выводы и принимать решения. Период появления искусственного интеллекта в нашей жизни сейчас похож на момент создания электричества, которое в ближайшее время, возможно, произойдет всех нас.